А дальше мы хотим поговорить на эту тему, на тему возможной вспышки холеры в Мариуполе с Натальей Виноград, эпидемиологом, заведующей кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вот не все тут эпидемиологи. Если можно, вот коротко буквально напомнить, что такое холера и чем она опасна. Ну, холера это особо опасная инфекция. Начнем с этого. Этим уже много что сказано. То есть сегодня эта инфекция под пристальным вниманием на планете седьмая пандемия холеры. И, к сожалению, наша территория Украины тоже эндемична по этому заболеванию. Заболевание, которое может протекать в очень разных клинических вариантах. Может быть много носителей, которые будут представлять опасность для окружающих. И, к сожалению, на сегодняшний день под холеру должна быть прописана очень серьезная программа по всем нашим территориям, где сейчас ведутся боевые действия. А можно ли утверждать, что это болезнь, скажем так, бедных стран, да, там, где царит антисанитария? Я вот покопался просто немножко в интернете. Есть данные всего лишь за прошлый год. Так вот, в 2021-м в мире было зафиксировано несколько миллионов случаев холеры, почти 150 тысяч летальных случаев, то есть смертей. Вот эти цифры, насколько они для всей планеты большие, да, и, опять же, это болезнь, болезнь бедных стран? Это болезнь, которая сегодня бедных, а завтра всех. Это болезнь эндемическая. Там, где есть условия окружающей среды, прежде это заболевание говорили, что это антропонос, то есть, ну, это свойственно только людям. Сегодня установлено, что это сапронос, то есть, этот возбудитель находится в объектах окружающей среды, это, прежде всего, водные объекты. И там он переживает какие-то периоды свои, при том и низкие температуры. Главное, чтобы он не... он боится высушивания и боится прямого ультрафиолета. Хотя даже при прямом ультрафиолете 8 часов возбудитель не теряет инфекционность. И это болезнь, можно сказать, очень многих территорий, где действительно не налажен контроль, прежде всего, водообеспечения населения, а второе, это пищевой цепи. И вот эти, если два момента где-то страдают, там сразу возникает высокий риск возникновения эпидемических осложнений. Даже в случае просто заноса на эту территорию возбудителя, ну, скажем, с кем-то, с мигрантами, которые там приедут. А если уже это первый тип, как у нас сегодня Мариуполь относится туда, к первому типу очагов эпидемических, то это территория, где много не надо для того, чтобы началось эпидемическое осложнение. Вот сейчас хорошо, правильно ваш предыдущий гость сказал, что нам надо выше температуру. И, к сожалению, это будет решающий фактор с учетом разрушения водно-канализационного обеспечения Мариуполя. Это будет решающий фактор начала серьезных вспышек кишечных, прежде всего, кишечных инфекций. Ну вот давайте, да, вернемся к Мариуполю теперь. В 2011 году там была последняя вспышка холеры, вот я такую нашел информацию. Вот если сейчас, как вы считаете, можно ли как-то прогнозировать? Вот сейчас появились первые данные о первых случаях холеры, вы говорите решающим, да, будет температура. Но, скажем так, вот месяц, это вопрос месяца, недель, месяца в... Давайте смотрим реально, это 5 дней инкубационный период. То есть от первого больного у нас в зависимости от того, где будет возбудитель, если это будет водный путь передачи, то это будет взрывообразная, как мы называем, эпидемия, с максимумом поражения всех тех, кто будет пользоваться этой контаминированной водой. И поэтому смотрим реально, вода, это у нас сегодня очень важный фактор, вопрос нерешенный. То, что идет перемешивание и где-то подсасывание, ну разрушена все же система, и нет нормальной канализации, это очень серьезная проблема, скажем, с учетом прибрежной полосы, с учетом... ...и в этом плане я бы поставила это как взрывообразную эпидемию. Притом это будет микс, это не будет только холера. Следующее, это пищевой. С учетом того, что нарушение абсолютно снабжения населения продуктовым питанием, то, конечно, это добавит... И давайте смотрим реально, возбудитель очень хорошо выживает даже в молоке, в мясе, понимаете, в фарше. И в этом плане это тоже будет очень важным. Кто продал этот продукт, он проверен, он не носитель этого возбудителя. И в этом плане это для территории, которая сегодня так пострадала во время войны, это тоже будет решающий фактор. Вот вам нет воды, не моем руки, не делаем мероприятий по уничтожению мух. И пошел процесс, это третий уже путь передачи. То есть, по мне, будет суммация факторов риска, которые есть на этой территории, с поражением всех, то есть, мы говорим, как бы популяция риска. Это будет население местное. Будут ли особо на них обращать внимание? Вынуждены оккупанты обращать, поскольку они же пострадают. У них там войска, войска будут где-то передислоцироваться по ротации, уходить, приходить. То есть, это будет вынос инфекции войска. Второе, постоянная миграция туда, в глубь России. Это вынос инфекции в глубь России. Вот оттуда и их забота, почему они отправили ростовский противочерный работать. Очевидно, я думаю, ростовский выдвинул в эту зону поражения свой санитарно-противотемический отряд, который провел санитарно-эпидемиологическую разведку, сделал заключение по больным по окружающей среде. И это стало объективным основанием введения вот этих ограничительных мероприятий. И ведь не случайно, что так накратко выпускает народ, понимаете? Это ведь прописывается в инкубационный период, который может быть в зависимости от состояния человека от полдня, это где-то 10-12 часов, до 5 суток, понимаете? И вот они выпускают на это время людей с тем, чтобы потом поймать кто из них и не пропустить назад. Это ведь тоже противоэпидемические мероприятия. Они где-то в это планы свои прописали-то. Наталья, ну вы уже затронули эту тему. Какие есть элементарные советы, чтобы не подхватить холеру? С чем нужно быть максимально осторожным? Ну давайте осмотрим, кто. У нас есть группа риска, это люди, у которых нулевая кислотность, гипооцидный, как мы говорим. То есть, понимаете, возбудитель боится кислой среды. Он очень хорошо развивается в щелочной среде. И поэтому люди, у которых низкие будут проблемы, это, конечно, люди, у которых есть заболевание желудочно-кишечного тракта. Гипооцидный гастрит или анацидный, как мы называем, гастрит. Это раз. Это люди, у которых иммунодефицит. Это люди, которые не имеют возможности придерживаться элементарных гигиенических требований. Начинаем с того, чтобы мыть руки и правильно обрабатывать все продукты. Если человек будет кипятить воду, возбудитель сразу, за секунду погибает. Если человек будет кипятком обливать фрукты, овощи, опять же, возбудитель погибнет. Понимаете? То есть, термическая обработка пищи и воды – это, я бы сказала, ключевой момент защиты человека. Пить человек обязан. Никуда не денешься. Но надо безопасную воду пользоваться. В этом случае хорошо, что возбудитель такой чувствительный к нагреванию. Это очень важно. Как придерживаться остальных правил? Трудно сказать. Ведь это по обстоятельствам. Не покупайте ничего на улице. Продукты могут быть очень опасны в этом плане. Все, что на сегодняшний день человек может, это срочно обратиться за медицинской помощью, ежели начались какие-то симптомы поражения желудочно-кишечного тракта. Это рота, прежде всего. Это ощущение такой нарастающей интоксикации. Это понос, который очень быстро развивается и может даже перейти в такой, как мы говорим, рисоподобный, как отвар риса. Вот это уже будут четко признаки того, что надо бояться, нет ли там холеры. И в этом плане, прежде всего, конечно, надо было... Это хорошо, что развернули в Ростове холерный госпиталь. Не вопрос. Я бы сказала, им было проще было подтянуть, наверное, если бы у них там было, я не знаю, какая сегодня возможность, военно-полевой госпиталь для особо опасных инфекций. Есть у нас такой в войсках. Им бы проще было сюда подтянуть этот госпиталь с тем, чтобы далеко в Россию не возить таких больных. Это не шутка. Человек идет очень быстрое обезваживание. Надо быстро капать, много. А если началось такое, пожалуйста, много пить воды. Постарайтесь, если у вас какие-то проблемы, даже если это будет рота. Восполняйте, пожалуйста, поскольку у нас в холере, это очень серьезный момент патогенеза, это обезваживание. Надо не допустить. И порой нам проще давать немножко подсоленную воду пить человеку, нежели капать ему в вену. А там по медицине, ну они должны были бы сейчас завести очень много растворов для того, чтобы откапывать холерных больных. Это прежде всего, это главная помощь, кстати, которая необходима на остром периоде болезни. И очень многие жизни эти могут быть спасены. А что уж касается всего остального, пожалуйста, у вас дома есть хлорсодержащая белизна такая. Знаете, мы его пользовали в домашних условиях. Так вот, готовьте раствор, пожалуйста. И пользуйте его максимально везде, где необходимо для дезинфекции. Особенно возле больного, если у него есть какие-то признаки заболевания желудочно-кишечного. Все надо обеззараживать кипячением, обработкой. Не надо очень сильных растворов. Для этого возбудителя достаточно однопроцентный раствор. То есть 1 грамм на 100 миллилитров, 10 грамм на... Это, знаете, так просто просчитать, математика простая для школьника. И в этом плане, пожалуйста, обращайтесь срочно за медицинской помощью, а сами начинайте много пить. Спасибо вам, Наталья. С нами была Наталья Виноград, эпидемиолог, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета.